Итак, состоится ли поездка с тем, кого вы загадали? Мы знаем правила, вы прекращаете внутренний диалог, сосредотачиваетесь на человеке, о ком думаете, на том периоде времени, в течение которого предполагается данное событие, и выбираете один из четырех вариантов, любую цифру. Я пока замолчу. Итак, для тех, кто выбрал цифру 1. Да, поездка состоится, достаточно гармонично пройдет, неплохо, и тот, на кого рассчитываете, с кем планируете ехать, в общем-то, с самой лучшей стороны, видимо, покажет в плане обеспечения этой поездки. Итак, для тех, кто выбрал цифру 2. она, тоже финансовый аспект, здесь выходит на первый план, и, видимо, будут предлагаться какие-то варианты, может быть, ссылки, какие-то доводы, что деньги лучше потратить еще куда-то, ну, или что-то похожее, да, что не совсем будет оправдано сейчас, в этот период, загаданный вами, но если убедите, а я думаю, что это получится, то свое получите. Но здесь элемент хитрости должен быть. Далее, я против хитрости, но в этом случае она поможет. Те, кто выбрал вариант 3. Нет. Здесь все быстро. Те, кто выбрал вариант 4. Скорее, она желательно, ее хотят, она планируется, но, по-моему, все-таки из-за мужчины не получится. Идет такая энергия, не слишком конструктивная. И не исключено, что дама отправится одна. Ну, или, если не дама загадывала, то вы отправитесь в одиночестве. Куда-то. Пока-пока.